МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...происходит, которую когда-то мы называли хлебосольной Украиной. Валерич, приветствую. Приветствую. Ты знаешь, что ты сказал за Конституцию? Да нет ее уже, той Конституции, которая была. Президент скачет по этой Конституции, парламент скачет, как хочет, по этой Конституции. Ну, как можно назвать, что с каким-то праздником можно поздравлять? В Конституции сказано, войска против собственного народа не направляются. Этим все сказано. А за все остальное я вообще ничего не хочу говорить. Поэтому умерла эта Конституция еще в 2014 году. И то, о чем там бредит Владимир Александрович Зеленский, ну, это вообще сезофрения. Но самое главное мне понравилось, что когда он поздравлял с Днем Конституции, он назвал 25 областей. Так что он подтвердил, что Крыма и Севастополя уже нет. Алексей Валерьевич, ну вот, кто-то недавно я прочитал, вспомнил мою старую горькую шутку, которую я писал давным-давно по этому поводу. Вот 364 дня в году наркоманы-гопники, алкоголики собираются в стайку, ходят и насилуют соседскую девочку. А потом раз в году берут тортики, цветочки, и идут ее поздравлять, любимую, хорошую, с Днем Рождения. Потом опять 364 дня они ее жестоко, извращенной форме, насилуют. И так год за годом. Вот ощущение такое, вот эту Конституцию, да и в саму Украину насилуют, но раз в год они что-то празднуют. Или День Конституции, или День Независимости Украины. Вот неужели у людей, живущих в этой стране, нету понимания происходящего? Неужели они, только Шарий, который живет в Европе, поднимает своих сторонников на вот такой вот отважный, отчаянный троллинг, потом эти сторонники огребают от нацистов, а все остальные смотрят, как пацанов, забивают битами, арматурами и ножами колят, и ничего не делают. Ты знаешь, это и печально, что на самом деле убили-то настоящую оппозицию, лжеполитики, своим враньем, своим беспределом, воровством. Ну как бы чисто по-человечески скажу так. Ну десятину заработай, а все отдай народу. И народ за тобой пойдет. Поэтому разочарование у людей. Понимаешь, лжеполитики доигрались с историей, лжеполитики доигрались с так называемыми партнерами. Партнерами их назвать нельзя, это захватчики самые настоящие, да. Колониальный режим они все время использовали. Вот Украина превращается в колонию, да. И это наглядный показатель. Вот в Херсоне я опубликовал Борде, да, с приветствием Гитлера и его клятвы. Потом Корнилов опубликовал лайбоксы, которые оставил Миколаенко. Ты знаешь, что меня поражает? Ведь херсонцев в большей части степени деды воевали против фашизма. Вы что все там слепые, глухие, не видите, что написано? И как все-таки вас клонят к тому, что вы должны каждый стать полицаем и предать своего деда, осквернить свой памятник фактически своему деду? Ты знаешь, мне страшно. Во что превращают людей? Я все-таки верю, что большая часть нормальных людей. Но хотя бы взять, сорвать эти лайбоксы, взять хотя бы обмазать их, показать свое недовольствие вы должны. Я постоянно об этом говорю. И хочется сказать последние такие слова. Херсонцы, если вы не будете помнить свою историю, то какое же у вас будущее будет? Вот на этом я хочу закончить эти слова. Мы разговор-то еще не заканчиваем. Вот я Апостров открыл, смешной такой сайт украинский. Тут эксперт пишет о том, что это будет полноценная война. Эксперт озвучил тревожный прогноз по планам России на Крым. Но почему-то сухопутный коридор, который Путин будет прорубать на Крым со стороны России, должен закончиться где-то там за Бессарабией, аж в Приднестровье. Вот объясни, пожалуйста, с чего они, во-первых, взяли, что Путин, который сейчас ведет тончайшие переговоры с Макроном, с Меркель, вообще миру показывает, какая миролюбивая Россия, вот плюнет на это все и пустит свои танковые колонны, там всю вот эту армаду на территорию Украины. Или это все понятно для них, как и для меня. Главный вопрос, напугать население Украины так русской агрессией, чтобы когда украинские войска опять попрут убивать жителей Донбасса, не было у них чувства раздвоения, они должны поддерживать свою армию, которая убивает уже ватников и колорадов, граждан России, которые там живут. Ты знаешь, ну вот, мое личное мнение, Украину можно и не захватывать, как они мечтают, и как они рассказывают такими действиями. Украина сама сдаст, если захотеть. Все надо правильно с умом сделать. И многие, и большая часть, не поднимут руки, а на танки, на солдаты, которые будут идти, будут встречать с цветами. А вот что делать вот этим упырям, вурдалакам и всякому отребию, которое глумилось над Украиной, вот им будет гораздо тяжело. Не надо никаких военных действий. Правильно поступить всего лишь и все. И Украина освобождена. Как говорится, умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Ну, следующее. Им надо нагнетать обстановку. Они ее нагнетают. Они сегодня, если просматривать, используют коронавирус. Заметь, что в Евросоюз они границы открыли. А с Россией они границу не открывают. Мало того, поезда не пускают. Понимаешь, при правильном подходе с коронавирусом можно бороться. Это уже доказано наяву. Это Россия, это Китай. Да, есть эта болезнь. Но с ней можно бороться, если правильно есть подход. В Украине этого подхода нет. Медицины нет. Лекарств нет. Денег нет. Что остается делать? Война. Только она ж не народная называется. Она ж бредовая война называется. Война против своих же. А война все спишет. Вот и они начинают выдумать про какой-то захват территории из-за воды. Потом какой-то бредовый генерал американский пишет, что завтра, послезавтра русские пойдут. У Путина какой-то стратегический план есть. Я вам говорил, что Россия справится с водой. Тяжело. Трудно будет ей. Но в Крыму справится с водой. Поверьте мне. Всего лишь надо захотеть поставить точку. А вот что Украине делать вопрос заключается. Как вам западную Украину затопило и Америка предлагает сто тысяч. Я поднимаю девяносто восьмой год историю. Когда Россия направила гум-конвои в миллионные состояния не в сто тысяч долларов а в миллионные состояния. Я опубликовал этот пост. Помощь западной Украине. А где ж ваша Европа? Поэтому дружище для того чтобы все списать и показать надо кого-то сделать крайним. Кто у нас может быть крайним? война. Кто у нас может быть великим агрессором? Россия. Это истерия формируется специально. Провокации на Донбассе ведет Украина. Не ЛДНР, не Россия. Войск нету. Ну надо ж какой-то миф сотворить. Вот они его рисуют. Ты думаешь почему сегодня канонизируют Гитлера, Шухевича и так далее. Им нужно своих героев расти. А они-то не получаются. Вот и все. Поэтому в данный момент это шизофрения, истерия. Будет Сергей и дальше нарастать. И как он снежный. И за всем этим стоит система Соединенных Штатов Америки. Как бы мы там не хотели. Но это факт. Алексей Валерьевич, вот сегодня 75 лет тому назад проклятый тиран украинофоб Сталин подписал с руководством Чехословакии тогдашний договор, согласно которому Подкарпатская Русь стала Западной Закарпатской областью со столицей в том же Ужгороде. В общем у Чехословаков, которым не до Подкарпатской Руси было тогда, Сталин забрал и передал бесплатно в пользование Украинской Советской Социалистической Республики Подкарпатскую Русь, населенную Венграми, Русинами и всеми остальными хорошими людьми. Никаких там бандеровцев, правосеков вообще в принципе как бы и не было. И вот сейчас, глядя на то, что творят с подарком Сталина эти утырки, может быть действительно стоило бы предложить товарищам Венграм, ну возьмите хоть вы, вложите хоть туда денег, остановите вырубку леса кругляка, спасите береговые укрепления, иначе же кирдык полный Закарпатью подкарпатской Руси. Ты знаешь, я тебе хочу сказать, этим утыркам, как ты их назвал, надо в первую очередь бояться, что скоро западная Украина от них уйдет. Украина в любом случае сейчас при таком напряжении, она может развалиться. понимаешь, второе, но то, что подарено прошлым временем, его сегодня украинцы не ценят. Это самое страшное. А когда не ценят, оно быстро теряется. Поэтому я не исключаю, что может быть и этот сценарий, но по всем действиям, последовательности, в которой катится Украина, оно видно, что Украина уже развалится. Все говорят, ну почему она до сих пор не развалится, не развалится. Она на последнем жизнется. Осталось еще чуть-чуть, и она развалится. Вы абсолютно правильно говорите про Венгрию, вы абсолютно говорите правильно про Польшу, но там не дураки сидят. Они уже давным-давно все прорабатывают, разрабатывают, знают, как это делать. Законы готовятся, паспорта выдаются. Понимаешь, все ж люди, которые там в Европе, они прекрасно понимают, ну если дураки отказываются, а принимают к себе убийцу, ну почему бы не забрать? Понимаешь, ну история, она вся повторяется. Самое страшное, когда не сохраняет то, что было завоевано ну потом, кровью, горем. И фактически весь Советский Союз фактически был укрыт кровью наших дедуков. Они положили наши жизни свои ради того, чтобы было это нынька, как они называли. Они ее не могут убереть. О чем тут говорить? Ну все что-то начинается, будем говорить, с исторических фактов, но вы канонизируете убийцу, а убийца что делает? Он разрушает. Ну и получайте себе в ответку, как говорится. Алексей Время эфира неумолимо истекло. Спасибо вам огромнейшее. Очень рады были начать с вами рабочую неделю. Ну и конечно же будем следить за происходящим, звать вас в гости, потому что вот то, что там происходит, ну надо, чтобы комментировали прежде всего люди, понимающие, изнутри знающие все вот эти вот цепочки и механизмы. Ну а кто, как не вы, все это прекрасно знает и разбирается. Спасибо вам огромное. хорошей рабочей недели. Знаем, что на самоизоляции, но тем не менее, находясь вот на ней, вы работаете и делаете больше в разы, чем тысячи украинских политологов, политиков и политтехнологов. Еще раз спасибо, всего доброго. Спасибо, до свидания. Итак, дорогие друзья, это был Алексей Журавка и программа «На самом деле». Мы вас покинем ненадолго, сейчас вернемся и продолжим. Пока.